Андрей Романович Чикатило СССР, в основном в Ростовской области. До серии убийств, работая учителем, пытался совершить развратные действия в отношении своих несовершеннолетних учеников. В период с 1982 по 1990 год убивал женщин, подростков и детей. В большинстве случаев Чикатило под разными предлогами заманивал своих жертв в безлюдные места, где насиловал, им многочисленные телесные повреждения наносил и убивал. Тела некоторых жертв он насиловал, расчленял и употреблял в пищу. Родился 16 октября 1936 года, Яблочная, Великописаревского района, Харьковской области, Украинская, СССР. Умер 14 февраля 1994 года, 57 лет, Новочеркасск, Ростовская область, Россия. Казнен через высшую меру расстрел. Итак, Галечка, нас интересует Андрей Романович Чикатило. Советский маньяк, душитель, душегуб. И где сейчас находится его душа? Ну, его души нет в этом пространстве. Его душа в темном мире. Растет, взращивается дальше для дальнейших. Темный дел? Да, темный дел. Хорошо. А как это произошло? Как его душа попала в темное пространство? Каким способом? Даже совета не было. Там было 95-99% темной энергии. Души как таковой. Осталось там одно пятнышко такое. То есть душа уже, как не душа, просто светлое пятнышко такое без сознания, без понимания. Тут сразу идут в темный мир. У него была какая-то сущность? Не сразу была эта сущность. Были, потихоньку подсаживались во время его жизни маленькие. Но он был готов их принимать. Он готовился их принимать. Как готовился? Где-то злился, готов был на все. Чтобы отомстить. Чтобы стать сильнее и крепче. Чтобы навести жуть на всех. Тем самым он соглашался. Открывал свою дверь, скажем так, для темных субстанций, которые давали ему эту мощь, эту силу внутреннюю. Почему так произошло? Почему он стал таким? Или он родился с этой программой? С такой программой они рождаются. Такими становятся. Когда полностью отказываются от света, от светлой жизни. Рождение в темное время, энергетическое, скажем. Темное время, оно дает свои, как накладки, дает свои прослойки. И будучи в теле человека, находясь на земле, он был не сильно, не сильный, эмоционально слабый. И он выбрал темный путь во благо себе. А какова была его программа, вот его воплощение, кем он должен был стать? Андрея Чикатило? Какова его программа, кем он должен был стать? Больше связано, что-то ботанико, химия. Вот, кто высаживает, вот, а-ля, агроном. Хорошо. Влияло, может быть, повлияло некое внешнее на него воздействие от других людей? В детстве у него была попытка его изнасилования от взрослой женщины. Он пережил голодомор. То есть, может быть, было какое-то на него... Это влияние было, оно имеет место, но выбор, куда двигаться, он делал сам. Ну да. То есть, большинство людей же не стали такими. Это влияло на его психоэмоциональное состояние, меняло его видение на все, что происходит в мире. У него все окрашивалось в темные цвета, в месть, в злость, в обид. Но в то же время он был любящим отцом, любящим мужем, любил свою жену, или он маскировался? Он чисто физически принял, что это его, и он должен их оберегать. И они для него оказались самые чистые в этом мире, а остальной мир весь грязный. Как происходило взращивание в нем этой сущности, или арвы, или что-то в нем? Ну, там были субстанции. Одна потом пришла, вторая. Каждый, скажем, раз, когда его обижали, или он так чувствовал, что его обижали, за него не заступались. Эта злость, агрессия, обида, она притягивала, где-то притягивала, где-то зарождала, в нем темный сгусток. Потом он принял такую позицию, что все вокруг плохое, что все вокруг темное, и этот мир надо чистить от тех злых людей, которые живут на планете. Когда эти субстанции, их много в организме, они имеют свойство объединиться в одно. То есть эти энергии объединяются в одно и становятся более крепкими. Но он и не противодействовал им, не противоборствовал им. Он согласен был принять эти энергии, и ему нужны были эти силы. Темные, потому что он шел с агрессией внутренней, с внутренней обидой на этот мир. Почти все его преступления, они были на сексуальной почве. Почему так сложилось, что он мог только так удовольствие получать? Он получал больше внутреннюю удовлетворенность от того, что зло наказано. Даже не зло, а то, что вот эти плохие люди наказаны. Плохие женщины наказаны. Таким не надо существовать в этом мире. Он себя чувствовал как чистильщика детей, потому что они вырастут, и в будущем тоже станут взрослыми и плохими. Мужчин он не трогал, потому что он осознавал, что он слабее, и ему могут дать отпор. Поэтому он пользовался только своей хитростью, своим умом, чтобы рассчитать свою силу физическую, куда он ее может применить, где он будет сильнее. Показывал, наказывал, выдавал свою агрессию на тех, кого убивал. Показывал, он себя считал хорошим, получается? Да. Он себя считал хорошим. Он чистил этот мир. Возможно ли то, что у него была какая-то душевная болезнь, чтобы он был душевно больным? Есть травмирующие моменты в его жизни, которые тоже повлекли за собой эти действия и сформировали его Личность. Но он осознавал периодами, что он поступает где-то неправильно. Но потом это сознание у него уходило на задний план. И он понимал, что ему надо заниматься этим. Как на него смотрели Высшие Я, наставники его в это время, когда он совершал преступление? Они отсоединяются в эти моменты. Пытались ли они как-то его изменить, достучаться до него? Пытались, но там уже нет возможности достучаться. Он полностью, скажем так, принял другое направление. Были ли у него какие-то... И помощь от темных сил. Там с той стороны уже им руководили. Он абсолютно согласен. То есть как на одной волне с темными силами, которые им также руководствовались извне, руководствовали извне. Он принимал их наставления, скажем так, направления. Он выбрал темный путь и пользовался темными, скажем, темными наставниками. Вот так. И в каждый всплеск, в каждый там момент сексуального какого-то удовлетворения вырастала в нем эта сущность? Он ее взращивал, получается? Да. Были ли у него какие-то темные наставники? Высшие я, может быть, темные там? Темные наставники. Высших я нету темных. Есть наставники темные. То есть они ему как-то шептали, внушали, мысли посылали или импульсы? Или соблазны? Не шептали, не внушали. Они его направляли. Где лучше сделать? Но. То есть ему приятно было это направление. Ему приятно было вот эта связь. Он выбрал эту связь. И он считал, что он делает все верно и все правильно. И ничего плохого он не делал. И ничего страшного с его позицией. Он подчищал, скажем так, этот мир и делал его чище. Что с его древом рода? Как к этому относится его род? Ну, род обнуляется. Древо все почернело его. То есть это позор, да? То есть темная энергия на род получается? Да. Энергия рода обнуляется. То есть родового дерева нет. Оно все чернеет и как рассыпается, как в пепел превращается. Если есть живые люди, да, вот из этого рода на земле, которые живут, они уже становятся как отдельным родом заново. Вот первые источники, как родового дерева. Только с них начинает зарождаться род. Но начинает зарождаться на чем? На пепле. На черном пепле. Пепелище. А как карма работает на его предков, на его потомков, на его детей, будущих внуков, правнуков? Тянется. Тянется. Тянется этот энергетический слой. Он все равно тянется на будущее, да, на то, что на его наследников и на продолжителей его рода. Она тянется, этот темный энергетический шлейф, он есть в каждом. И причем это все есть заложено, скажем, даже как на энергетическом, так же и на физическом уровне у наследников его. И оно может включиться в любой момент. Ну, то есть качество их жизни, оно будет хуже? То есть его поступок повлиял на его потомков? Да, потому что черный шлейф, черные энергии всегда идут с ними. Какое-то проклятие может быть на его род, потомков, есть такое? Ну, это можно, да, можно назвать проклятием. То есть я вижу энергетический черный шлейф, но с позиции простого, как человека, земного, это можно назвать проклятием. На весь род, на все поколения. Если они поменяют имена, фамилии, как-то они… Абсолютно ничего не поменяется. То есть энергия их, кровь его, ДНК его, то есть все, что идет уже после него, с его, скажем так, инфицированными генами, все уже там заложено в них. А в какой момент от дерева рода его обнуляется? В момент преступления или в момент, когда он пришел? В момент каждого преступления отделяется какая-то часть дерева, обнуляется. В момент каждого преступления. И также, когда он выбрал именно переход, связь, отсоединиться от светлых и перейти к темным. Тогда он как полностью, как отрезает вот эти, отрезает свою связь со светлыми силами, с родом. И принимает полностью, как другую религию можно назвать. Можно ли сказать, что как будто он взращивает черное какое-то древо рода? Конечно. То, что темные наставники с ним работают, это его абсолютно согласие, его желание, его выбор. И он работает на темной стороне. Его душа находится в темном мире. И ей там неплохо, этой душе. Этой душе хорошо. И она растет и будет продвигаться дальше, будет спускаться на землю для того, чтобы дальше творить такие ужасные дела. А в каком виде они могут спускаться? То есть, может ребенок родиться? Я вижу, что его энергии будут распределяться не на одну душу, а на несколько душ. Даже не на две, а на больше. То есть, будут зародыши вот его этих сгустков, его души заселяются. Например, не в одну душу, не в одного, не в одно тело, а в пять, в шесть тел вот эти сгустки заселяются. И в одном из таких тел также оно может выйти на первый план. В зависимости от того, в каких условиях находится этот, скажем, человек. Как его провоцируют, не провоцируют. Как у него налажена связь с его душой, с его наставниками. Какой выбор он принимает. Как это происходит? Это с черной планеты приходит душа и рождается, разделяется на части, рождается на земле, в телах младенцев, детей? Да. Это в телах младенцев все зависит от того, в каких условиях вынашивается ребенок. Потому что даже ребеночек, будучи в животе у мамы, у него также там есть и душа. И то, в каких условиях он растет, что то даст мама, папа, окружающий, наносит ли вред энергетически или физически. Это тоже имеет влияние на эту душу. Ну, к примеру, в семьях алкоголиков, наркоманов рождается ребенок, никому не нужный, без любви. Про такие случаи, да, это разговор. Да. Потому что в них это может родиться душа, которая пришла из темного, да, получается, как царство. Да. Но душа не темная. Душа там заложена светлая изначально в жизни. Но когда вот происходят какие-то конфликты, всплески, какие-то вот темные сгустки, может заселиться. То есть либо мама может сама заселить его. Либо отец, ну, например, драка идет во время беременности мамы. Или какие-то неприятные моменты, да. Стресс. Мощнейший стресс. Да. Вот эти темные сгустки, они вокруг, и они могут вскочить именно в душу этого младенца. То есть эти сгустки в виде лярв, да, в виде каких-то сущностей лярв, но это не есть сама душа? Нет, это не есть сама душа. Просто когда уже ребенок родился с этим сгустком, душа светлая, сгусток темный. Такой как шарик, но он не очень маленький этот шарик. Он такой, как апельсин. Угу. Угу. И тут уже идет момент воспитания ребенка. Поэтому очень важно как раз таки, как воспитывается ребенок. То есть как открывается он, как открывает его душу. Открывает ему светлую часть или открывает его темную часть. Угу. Если открывает темную, он идет дальше по темной стороне. Открывает светлую, он идет по светлой. Да, и человек вот будучи с таким темным сгустком, он понимает уже в зрелом возрасте, он понимает, что что-то ему мешает. Что-то где-то, какие-то всплески есть эмоциональные, негодование какое-то. Человек начинает искать причину. Кто-то обращается в церковь, кто-то к молитве, кто-то к Богу. Потому что люди не могут сами справиться. Они начинают искать. Но тут тоже как раз таки выбор человека. Куда он идет? Он идет, пытается найти светлый выход. А кого-то воспитывают в какой-то стрессе, в негативе, в агрессии. Этот темный сгусток, он растет, растет, растет. И он активируется больше. То есть его часть становится больше. Он доминантный становится в теле. И он уже начинает управлять физическим телом. Угу. Вот так это происходит. И, конечно же, они хотят побольше негатива, чтоб было. И чтоб росло это, да. И такие дети вырастали, да. И много вреда. Они хотят процветания своего царства темного. Темного царства процветания. Тем самым победа над душой, над Богом, то есть. Да. Угу. Хорошо. Казнили Андрея Романовича Чикатило в девяносто четвертом году. Уже какое-то время прошло. Есть ли его частички уже вот на земле? Где-то, как ты сказала, он разложился на части там. На пять, на шесть. Есть. Где он сейчас? Есть ли уже в ком-то эти частички? Есть. Три воплощены, три еще не воплощены. А, то есть уже где-то воплощены. Три есть. Угу. Хорошо. Хорошо. Мы-то поняли их цель навредить людям, человечеству, как можно больше хаоса. Ну, надо понимать, что человек, будучи с таким черным шаром, даже если он двигается по светлому пути и дальше у него идет продолжение рода, да, рождается ребенок, этот шарик тоже может разложиться, разделиться на части. Так же может быть в ребенке, в потомках. Угу. А может ли Слипер вычислить такую душу, например? Можно. Если пришли к нему на сеанс и почистить, убрать этот сгусток? Можно. Аннулировать? Можно его видно. Угу. Особенно в маленьких, ну, в детях его видно, потому что дети, они в основном, по сути, свои светлые. Это взрослые уже накапливают на протяжении жизни, накапливают какие-то сгустки. А на ребенке, ну, например, там до 14-16 лет очень хорошо все видно. А со скольки лет можно такого, ну, младенца сканировать, если к нам обратятся родители, к примеру? С рождения. С рождения. Как можно вычислить такого ребенка по каким-то внешним признакам, поведению, может быть, характеру? Каков этот ребенок? Вот. Как ты вообще смотришь на него? Ребенок? Ну, его нельзя так вычислить. Может, он более крикливый? Или капризный? Абсолютно нет. Только влияет вот как раз среда его окружения. Что с ним делает? Как его воспитывают? Кричат? Унижают? Обижают? Или растят ласки в любви? Бывает, этот сгусток, он как, если в хороших условиях растет ребенок, то этот сгусток, он находится как в спящем состоянии. И ребенок будет очень спокойный. И ты не скажешь по нему, что он какой-то не такой. Тут бывают абсолютно спокойные дети, потом люди вырастают, и потом что-то происходит, провоцирует, и этот сгусток активируется. Ну, то есть ребенок должен расти в максимальной любви и заботе. И поддержке, да. Тогда может не быть такого проявления вот этой, ну, в сущности агрессии, да, какой-то негатив. Ну, она как в спящем состоянии. Угу. 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 Ну, это вот показывает, если простыми словами, например, как ранка есть, да, небольшая. Если ее там не трогать, мазать кремом, что она будет заживать. А если есть ранка там на руке, и ее каждый день трогать, царапать, царапать, ну, как бы ее не давать и заживать, а там же будет разрастаться. То же самое сгустком. Если ты его провоцируешь, этот темный сгусток, агрессией, там, обидой, криками, он будет разрастаться, этот темный сгусток и становиться сильнее. Угу. Но своей этой болью, агрессией, обидой они подпитывают темный мир. Он, посылая ему негатив, негативные энергии, они подпитывают темный мир и также его темную душу, они ее подпитывают. Каков может быть совет от светлых сил, как им пережить такую трагедию, утрату? Правильно пережить? Правильно пережить – это молиться за те души, которые ушли. Молиться за их благостное состояние, чтобы было им там спокойно, комфортно. Когда вы молитесь за благостное состояние, спокойствие, то есть вы посылаете энергию спокойствия, светлую энергию посылаете тем душам, которые ушли. Скажем так, в высший мир ушли. Им комфортнее от светлой энергии. Но когда родственники в порыве злости, агрессии, обиды, но это тут есть человеческий фактор, конечно, они посылают низкие энергии тем душам, которые ушли. Душам от этого там не лучше становится, а наоборот более тяжко. И такими энергиями они подпитывают еще душу вот этого, скажем так, как демона. Они взращивают его силу, его мощь. Прощение. Нужно ли им простить его, убийцу, маньяка? Я не вижу прощения. То есть это в высших каких-то мирах, в высших слоях можно простить. На человеческом уровне прощения, скажем так, он не заслуживает. Тут просто отпущение. Отпустить. Отпустить в плане отрезать эту связующую нить между тем насильником, убийцей. отрезать эту нить, чтобы про него не вспоминать. А глаз за глаз? Если бы кто-то стал мстить, отомстил, что бы это было? Имеет право. Угу. 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 То, что это произошло с кем-то, да, с какой-то жертвой, это программа этой жертвы, этого человека? Угу. 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 Он действовал, наоборот, очень умно и очень хитро. Угу. Угу. В дальнейшем, если смотреть, то спас много душ. Угу. В дальнейшем. То есть из-за этой ситуации много душ потерялось, скажем так, да, на земном плане, много душ не смогло прийти у этих людей, которые умерли. Угу. То есть целая цепочка таких событий была нарушена. Может быть, многие спрашивают, а Бог, мог бы Бог его остановить, например? Или какая-то сила? Почему все сверху смотрят и не вмешиваются? Да, вот есть такой посыл у людей. Почему Бог его не остановил, не покарал? Потому что есть земные моменты и земные правила существования. А что это за правила? Они в вмешательстве? Есть, скажем так, то, что действуют эти энергии. Нет такого, они в вмешательстве. Вмешательство есть, у каждого есть наставник, у каждого есть Высшее Я. И он на связи. То есть человек должен быть на связи. Если у человека нет этой связи, значит, это его выборы по жизни. Ну, как выборы, куда он движется и что он делает. То есть это его не... Это именно человек не на связи с Высшим Я и с наставником. Высший Я и наставник всегда на связи. Они курируют. То есть тут был уже выбор самого человека, на связи он или нет. То есть имеется в виду ангел-хранители, да, архангелы. Да. Но человек сам своими как бы выборами, куда он движется, что он делает, ищет эту связь или нет. Тут. И также воспитание. Как воспитывать. То есть это выбор самих людей. Им дали эту планету. Дали определенные правила, дали определенные энергии. И человек уже должен как бы тут работать сам. Стремиться и развиваться. Также если Бог будет сюда вмешиваться и вступать. Также и самый темный будет вмешиваться сюда и вступать. На земле будет поле боя. Но на земле нету поля боя. То есть эти субстанции, например, Божественная, она выше, она сюда вмешиваться не будет. Тут работают на земле также светлые силы и также работают темные силы. Просто очень заметно, когда темные силы, все обращают на это внимание. Но светлых сил тоже здесь много и тоже они работают. Хорошо. Но он же втирался в доверие. Часто просил помощи. Я заблудился. Подскажите дорогу. Подскажите, где аптека. Вот. Очень был хитер, конечно. Так что получается, не доверять людям? Остерегаться и не помогать? Все люди разные. Сейчас активность темных сил очень большая. Поэтому надо быть очень бдительным, очень внимательным. Почему активность темных сил очень большая? Потому что люди перестали пользоваться светлыми силами. От церкви все дальше подходят? Раньше всегда шли. Всегда день начинался с молитвы, с обращения к Богу. Всегда это шло. И на этом росли поколения. И когда на этом растут поколения, в их душах также развивается светлая энергия. Они это все видят. Сейчас же это все затухает. Религия, Бог, там, глубинные какие-то духовные понимания и знания не уходят. Остаются только вот поверхностные. Ну, есть Бог, ну, есть молитва, ну, есть церковь. Как-то это все больше теоретически. Ну, вот так вот. Ну, видим, да, вроде бы так. Правильно. Это не глубоко, это не глубинно. Поэтому идет потеря как раз таки духовных ценностей у людей. Нету духовных ценностей светлых. Включаются темные и идут темные. Потому что духовные светлые ослабевают. И это опять таки же выбор человека. Сам Чикатило, он же родился до войны. Пережил войну, получается. И в эти времена тоже, наверное, люди не молились. И очень много было боли и страданий, голодомор. Вот. И так на него повлияло. То есть на его личность. Так, может, есть параллель. Сейчас тоже конфликты идут, войны, конфликты. Что же будет после окончания этих войн? Тоже будут появляться новые какие-то Чикатилы? Есть какая-то параллель? Сейчас параллель мне сложно понять. Длинное было предложение. Я про то, что сейчас тоже идут конфликты. Большая линия соприкосновения, война, разрывы, стрельба. И тоже дети страдают. И как следствие тоже могут родиться поврежденные психикой дети. Ну, не только дети страдают, и взрослые страдают, и взрослые включаются темные энергии. И они начинают активироваться, активничать. Все завязано же опять-таки на светлых энергиях. То есть правильно я понял посыл, что что бы ни происходило, всегда нужно к светлым силам обращаться, думать, молиться, благодарить за жизнь. Всегда в светлый посыл нужно идти у человека. Всегда надо быть на связи. На связи это что утром встать. Кто-то молится, кто-то просто своими словами обращается. То же самое учить как бы детей. То же самое собираться взрослым. Сейчас за какой-то общей молитвой, за каком-то общим духовным развитием. У каждого, скажем, у каждой религии какие-то свои молитвы. И они все правильные, они все имеют место быть. Есть какие-то религиозные праздники, религиозные моменты. Их надо придерживаться. Это все очень развивает духовный мир и направляет людей по правильным путям. Так же мантры, медитации. То есть это так же все полезно. Намазы, мусульманчики. Мантры и медитации это уже больше для взрослых. Это когда осознанный взрослый человек, он хочет развиваться дальше. Но тут очень важный момент именно соединение рода, соединение близких людей, соединение поколений. Где, например, родители, родственники молятся, обращаются с любовью друг к другу, с поддержкой друг к другу. Следующее поколение детей, они видят в чем и как живут их родители. И у них это все тоже активируется. И они дальше продолжают эти же действия. Копируют поведение. Копируют поведение. Если просто сесть мантру спеть, ты не включишь этим своего ребенка. Ты не покажешь ему как надо жить. Это образ жизни должен быть для многих людей. Поэтому есть такие как бы праздники, объединяющие людей. Где видно любовь друг к другу, помощь, поддержку. Есть праздники сходить на могилу к родственникам, помолиться о родственниках. Для чего? Чтобы вы их не забывали, подпитывали. Это подпитывает также вашу душу и выращивает следующие поколения. Они это все видят. То есть дети растут, поколения растут, развиваются только в той атмосфере, какую они видят. И для них это норма. Правильно я понимаю, то есть если бы Чикатило рос в семье, где все было хорошо, молились бы, в любви его взращивали, то он бы таким не стал? Ну тут сейчас сложно сказать. Сейчас не вижу я его там программу, чтобы его могло выбить. Хорошо. Ситуаций много разных и как-то по нему вот точно я сказать не могу. То есть всегда что-то происходит, какие-то моменты, какие-то сложные моменты в жизни не у каждого человека. То есть как бы он поступил в сложный момент, он сломался бы или он бы пошел искать помощь у своих близких и поддержку. Тут насколько он был бы развит, насколько он был бы крепок внутри. Куда бы он пошел, в светлую сторону или в темную сторону. Ну а эта крепость опять же зависит от молитвы, от осознанности, от воспитания. От того, сколько в него вложили родители. Да, но ты говоришь много молитвы, молитвы. Люди сейчас как бы столько не молятся, для них это даже тяжело. Но это какой-то простой образ жизни. Просто сесть, поблагодарить Бога. Утром встать там, попросить Бога, чтобы Он помог тебе провести этот день благополучно. Чтобы твоим близким помог. Помог поцеловать своих близких. Также поблагодарить, что ночь прошла благостно для всех. Да, все проснулись живы, все проснулись здоровы. Что все прекрасно. Вот это какие-то даже вот как не цельная молитва, как молитвенники, чтобы все или все молились, молились это тяжело заходит. Очень тяжело. Должно начинаться мягко. Хорошо. Ну как благодарность за жизнь. Это не значит какие-то как религиозные фанатики. Да, это все должно быть мягко. Хорошо. То есть должно быть благо в каждой семье. Хорошо. Благодарим Светлые Силы, благодарим Хроники Акаши. Верочка, будем отсоединяться от ситуации. Все. И отсоединяешься. Один, два, три, уходишь с уровня. Угу. Я благодарю. Поехали. bly с streams. Я подбираю. Угу. Если всё уйдет, то светло беру и расстраиваю. Прием самостоятельно обwehrать меня. Посоль Mira. Светлых. Э gesehen. Угу. Угу. Люби. Угу. Угу.